Друзья, приветствую! Игорь из Воронежа прислал образцы масла Mobil 1 FS 530. Это полнозольное масло А3Б4 с высоким щелочным. Так, сейчас я вскрою. И сразу обращаю ваше внимание, смотрите на отработку. Посмотрите, вроде как баночка нормальная, темненькая, но продолжайте на нее смотреть. И посмотрите, у нее образуются пятна на баночке, которые как бы размывают масляную пленку. Посмотрите. Так, это описание автомобиля. Opel Astra H 2014 года с мотором 1.6 бензиновым. Общий пробег автомобиля 58400 километров, совсем небольшой. Пробег на масле 9450 километров. При средней скорости 25 километров в час это 378 моточасов. Да, смотрите, продолжают эти образовываться пятна. Мне кажется, отработка чем-то сильно болеет. В дальнейшем я дам ответ на этот вопрос. Так, и давайте проверим свежее масло на предмет оригинальности. Да, вот я еще вам показал, что что-то странное происходит. Вот можете увидеть здесь баночку. Эталон я создавал. Использовал результаты лаборатории с одного очень известного в узких кругах сайта. Так, там щелочное было 13.4 и кислотное было 2.94. И смотрите, противоизносных присадок 101%. Щелочное 13.6 плюс 0.2 и кислотное 2.83 минус 0.9. То есть все очень рядом. Вот наложение спектров. Красное это эталонное. Значит, и черное это данное масло. Видим полное совпадение спектров. То есть никаких сомнений в оригинальности этого масла нет. И еще раз вот посмотрите. Здесь есть сажа, здесь есть гликоль. Но это граничные значения. Следующие там после нулей там по гликолю 0.1, а по сажа 0.1. То есть здесь погрешность может быть. Так, и приступаю к проверке отработки. Закладываю, значит, 9500 километров. Пару капель закладываю. Давайте посмотрим, что намерит прибор. Ну и здесь также видно, смотрите, как только положил баночку, сразу образуются пятна эти. Противоизносных присадок 23%. 0.4 гликоля. Высокий достаточно показатель. Нитрование почти 49. Обалдеть. Окисление 38.6. По саже нормально 0.02 для такого пробега. Вообще отличный результат. Нитрование все в порядке. Кислотное 4.6. Почти на 2 единицы выросло. Ну и щелочное 2.2. То есть там, где высокая кислотная, там низкая щелочное. То есть это такие два показателя, которые взаимосвязаны. Растет одно, падает другое. Ну и, значит, воды как бы меньше, чем в свежем, скажем так. Вот такие результаты. По картине такое впечатление, что масло ушатано вообще в ноль. Перекатано. Но, значит, мы стали выяснять с Игорем. Я связался и выяснил такой момент. Игорь промывал форсунки винсом. Без съема форсунок. Когда двигатель работает на этой смеси от винса. В винсе есть пропанол-2-ол. Это спирты. Значит, и всякие компоненты. Хоть в винсе и написано, что можно не менять масло. Но, видите, результат отразился даже на следующей заливке. Так, с вязкостью. Смотрите, вообще все супер. Учитывая 83% городской езды, вязкость, масло разжижилось всего на 9% от 100. То есть вообще супер показатель. Классно. То есть форсунки, видимо, отмылись. Не льют. Топлива практически в масле нет. Да, не забудьте отметить видео. Подписаться на канал. Кто не подписался, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления. И прогноз по ресурсу. Смотрите. 7600 километров. Мощь и нейтрализующие свойства. 307 моточасов. Нитрование 6588. 264 моточаса. Ну и вязкость даже упоминать не стоит. Тут космос открытый. Значит, видите, да, влияние промывки оказалось даже в следующей заливке масла. Поэтому, если моете элевинцем или какой-то другой жидкостью, значит, форсунки промываете без съема, я бы рекомендовал менять однозначно масло и еще, скорее всего, даже использовать промывочное, чтобы максимально убрать этот несливаемый остаток. Потому что, видите, влияние есть. Как раз спирты выражаются в том, что растет гликоль. Здесь он 4 десятые. Значит, растет кислотное. А кислотное за собой тащит понижение щелочного. Масло очень жирное, с большим очень запасом. Вот тут практически 10 единиц между кислотным и щелочным. Но, тем не менее, видите, то есть активная химия, активное прибило данное масло. Вот. Показатели, вернее, его. То есть масло, в общем-то, сработалось уже к этому пробегу. Но, повторюсь, здесь, вероятнее всего, это вот эта промывка. Так повлияло. Вот. А, еще по нитрованию. 49 очень высокое нитрование даже для этого. И мне кажется, все-таки здесь чуть-чуть неправильно настроена смесь. Здесь прошивка от какой-то московской компании MadCat. Custom. Я посмотрел. Вот. И мне кажется, чуть забогачена смесь, чтобы получить прибавку, там, я не знаю, на атмосферных моторах, сколько там, 3-5% на высоких оборотах прибавка мощности. Вот. И вообще, в принципе, на мой взгляд, смысла шить атмосферные моторы никакого. Прибавки практически нет. То есть, ну, если только экологию удалить, чтобы она, как бы, тупость на низких оборотах убрать. Ну, единственное, только так. Вот. И это еще повлияло. Это еще ускорило деградацию масла. Вот этот 49 нитрование. Ну, а так, видите. Значит, желательно, конечно, бы перепроверить данное масло. Однозначно, потому что здесь, ну, сами видели влияние. Даже это на баночке отражено. Видно, что вот эта моющая присадка, видите, она как действует, как будто микрокапельки. И они разрывают масляную пленку. И вот она растекается таким чистым пятном. То есть, видите, в промывке есть и плюсы, и есть, на мой взгляд, и минусы. Если то же самое происходит на вкладышах, то это, честно говоря, не гуд. То есть, если на вкладыши вот эти микрокапли попадают, и они раздавливают масляную пленку, а потом на холодном запуске мы и имеем какую-то непонятную там масляную пленку, вот такую, с дырками вот этими, то не знаю даже. Честно говоря, становится стремновато. Вот такой получился тест. Благодарю, Игорь, за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.